Всем привет! С вами Юлия и значит вы на канале Процветок. И сегодня мы с вами будем говорить о посадке. Весна это лучшее время для посадки всех, без исключения плодовых культур, но косточковых особенно. Лично я рекомендую сажать вишни, черешни, абрикосы и прочие косточковые деревья именно весной. В таком случае приживаемость будет практически стопроцентная. Но это не значит, что мы не можем посадить весной и яблоню. Гарантированно, приживется великолепно. Перед тем, как сажать саженец, нужно немножко позаботиться об успехе этого дела. А именно, желательно хотя бы часа на два-три перед посадкой погрузить корни саженца в воду. А если саженец долго стоял у вас на лоджии, либо немножко подвял за время транспортировки по почте, то тогда обязательно стоит замочить его хотя бы на ночь в воде. Я имею в виду замочить корневую систему. За ночь саженец успеет достаточно много поглотить воды, напитать ее. И, соответственно, приживаемость будет намного лучше. После того, как вы развернули саженец, корни нужно обязательно расправить. Основная ошибка наших садоводов, которые сажают деревья с закрытой корневой системой или с каперсом, вот как в данном случае, это развернув упаковку вот в таком виде и садить. В таком случае растение приживется, но расти будет очень медленно и очень плохо. Поэтому сняли и аккуратненько снимаем почву, разворачиваем, стараясь не поломать корешки, расправляем их. Сейчас же очень важно осмотреть состояние корневой системы. Где-то бывает корешок отмер или растрепался, поврежден. Такие корешки мы обязательно подрезаем. Или вот здесь вот у нас затесался сорнячок. Нам сорнячок не нужен, мы его аккуратненько выщипнем, чтобы он не рос у нас яблоней. Также, если видна поросль, иногда клоуновые подвои дают такую поросль, аккуратненько ее очищаем от земли и вырезаем. Поросли никакой быть не должно. Итак, после того, как вы расправили корневую систему, желательно замочить хотя бы часа на два саженец в обычной воде. Можно из колодца, можно из пруда, для того, чтобы он проснулся. Корни питали водичку, и саженец переехал на постоянное место жительства в полной готовности. Как понять, что перед вами живой корешок, а не мертвый? Обратите внимание, я сделала срез. Срез коричневый. Этот корешок мертв. Значит, мы делаем срез до тех пор, пока не появится живая, вот, светлая ткань. Вот она. Это значит, что уже все хорошо? Да. Это прекрасно. Мы срезали все отмершее, все больное, оно нам не нужно. Теперь вы знаете, как понять, где корень живой, где мертвый, и сможете правильно подготовить корневую систему к посадке. А сейчас я покажу вам самое загадочное место у всех саженцев. Это корневая шейка. Многие спорят, где она находится. Здесь, 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 или, может быть, даже здесь. На самом деле, у привитого саженца корневых шеек целых две. Истинное. Это то место, где отходит первый сверху корешок. Вот она. У саженцев, привитых на семенной подвой, корневая шейка еще четко выделяется переходом цвета. Ты сдурел? Иди. Хорошо. У саженцев, привитых на семенной подвой, корневая шейка еще четко выделяется переходом цвета. И ложная корневая шейка – это то место, где мы привили сортовой глазок или черенок. Это место ни в коем случае не должно оказаться под землей. Если мы его заглубим, то можем отодвинуть вступление в плодоношение на год-два или даже больше, если это особенно какой-нибудь старинный сорт. Итак, мы замочили наши саженцы. Перед посадкой на постоянное место жительства не забудьте окунуть корешки в раствор либо глиняной болтушки с фунгицидами, либо глиняной болтушки с добавлением биопрепаратов, чтобы предотвратить заражение вот этих срезов, которые мы с вами сделали, нехорошими болезнями, которые могут прятаться в почве. А сейчас идем сажать. Готовим посадочную ямку. Какой размер должен быть у хорошей посадочной ямы? На самом деле размер ямы определяется в первую очередь размером корневой системы с небольшим запасом. То есть метр на метр на метр вот для такой малышки копать ни в коем случае не стоит. Итак, яма вырыта. В нее мы вносим перегной, либо компост, либо торф. Все зависит от того, что у вас есть в наличии. Для того, чтобы укоренение саженца произошло успешнее, обязательно добавьте немножко суперфосфата. Фосфор жизненно необходим корням для хорошего развития. Более того, есть маленький секрет. Многие из порошков для укоренения, которые продаются у нас в магазинах, ничто иное, как молотый суперфосфат. Имейте в виду. И, конечно же, калийное удобрение. Азотом молодое растение обеспечит перегной компост, а вот калием хорошая древесная печная зола. Следующий важный этап. Размещаем саженец в посадочной яме. Но сначала выставляем уровень для того, чтобы наша корневая шейка ни в коем случае не оказалась ниже уровня почвы. Для этого нам понадобится кол, который мы затем используем для подвязки. Вот. Итак, мы размещаем наш саженец по центру ямки и расправляем корешки, следя при этом, чтобы корневая шейка не опускалась ниже уровня почвы. Можно даже чуть-чуть повыше. Дерево потом осядет вместе с почвой, и корневая шейка опустится на оптимальную глубину. Корешки перед посадкой расправляем. Ни в коем случае не допускайте заворачивания корней вверх по стенкам ямы. Такие корни отмирают, и плохо сказывается это все на состоянии дерева. Итак, мы разместили. Желательно, особенно если саженец у вас имеет искривление в месте прививки, повернуть его прививкой на юг. Саженец будет тянуться к солнышку и быстрее примет правильную вертикальную форму. После того, как вы посадили саженец, кстати, когда будете засыпать корешки, обязательно немножко подпяхивайте стволик, чтобы земля просыпалась между корнями и хорошо там закрепилась. После того, как вы посадили саженец, полили и обязательно его подвязали, можно сказать, что основной этап в жизни саженца начался, он приступает к росту. После посадки не забудьте подрезать верхушечку. Это необходимо для того, чтобы саженец начал ветвиться. Ну и, конечно, покрасить. Многие считают, что красить молодые деревья опасно. Якобы они от этого задыхаются. Неправда. Дело в том, что основной орган дыхания всех растений без исключения, и яблонь в том числе, это лист. А красить мы предлагаем только на высоту будущего штамбика. Более того, краска прекрасно трескается и не препятствует дыханию коры. Там есть небольшие чечевички. Во-вторых, у молодых саженцев, у молодых деревьев кора очень тонкая и нежная и легко подгорает на солнце, поэтому окраска, покраска им жизненно необходима. Ну и, наконец, это очень хорошая защита и от мышевидных грызунов, которые весной, тем не менее, тоже умудряются иногда вредить. А подвязка должна быть обязательно первые хотя бы три года растения. Для чего? Если дерево будет раскачиваться ветром, корешки в почве будут обламываться. Соответственно, нет закрепления, нет роста, нет развития. Во-вторых, обязательно держим приствольный круг яблони чистым первые три-четыре года. Зачем? Дело в том, что трава, газон, это очень прожорливое такое растительное сообщество. И если позволить им расти в приствольном круге, они будут перехватывать основную часть воды и питания, которую будете давать яблоньки. Поэтому дайте яблоням, грушам и всем прочим саженцам, что вы будете сажать в этом году, хотя бы три-четыре года форой, чтобы они сформировали мощную корневую систему, а уж потом можно спокойно допускать залужение или держать приствольный круг под мульчой из коры, из декоративной щепы и так далее. Ухаживайте за вашим садом, сажайте саженцы правильно и поверьте, они дадут вам действительно хороший урожай. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, сажайте деревья, ставьте лайки и до новых встреч на канале Процветок. Процветок